Хорошо. У нас сегодня такая тема очень простая, но с нее начинается что-то особенное. И эта тема называется «Тело Иисуса». Я много раз говорил о каких-то вещах, о теле, но это не было систематизировано и собрано. Когда ты понимаешь, что означает тело Иисуса, мы доберемся до момента, когда Его распяли. Вы знаете, какое-то время назад Господь мне очень много говорил о том, что Иисус умер, воскрес, и Он мне объяснял, что это самое главное, и апостол Павел говорил об этом, что это самое главное эссе, оттуда начинается все. Но люди, они, знаете, обращают внимание на разные вещи, на процветание, на личное счастье, и они отводят свой взгляд от Господа и пытаются своими силами жить. А Дух этого мира, Он, конечно, все делает так, чтобы мы старались сами себе помочь. И через некоторое время происходит катастрофа. Верующие много лет пребывают в церкви, и ничего не происходит. Но Иисус, Он категорически против этой ситуации, и Он сейчас на этом месте. И я верю, что Господь сейчас будет делать особенное. Я очень хочу, чтобы вы были открыты для того, чтобы сверхъестественные вещи уже сейчас начали прикасаться к вам. Абсолютно независимо от того, вы заслужили и не заслужили, все совершено. Просто будь открыт. Вот сейчас время, когда позволь Духу Святому входить в твои внутренности и проникать. Аминь. Аминь. Отец, я прошу Тебя, чтобы силою Духа Святого, Твоей Иисус, благодатью Иисус, Твоей милостью, Твоим покоем, Господь, чтобы наполнены были все наши внутренности. Сатана, я запрещаю Тебе. Я проклинаю все Твои замыслы. Я говорю, Господь, все, что Тебе Иисус принадлежит, никто не может отнять, никто не может разорвать, никто не может разлучить. Все соединено, все благословлено и поставлена печать благословения Твоей Божьей любви. Аминь. Смотрите, что такое тело? Самого простого, вы все это, наверное, кто-то знает, но мы соединим это в такую форму, чтобы это можно было применить в реальной жизни. Я знаю, что как только мы говорим на эту тему, мы уже приближаемся к этому моменту распятия Иисуса. Многие люди, а в церквях я вам говорю уже, просто перестали обращать на этот простой элементарный принцип. И люди хотят, чтобы Господь двигался, не будет Дух Святой двигаться. Когда человек, смотрите принцип, когда человек хочет своими силами создать жертву, отменяется жертва Иисуса. Тогда он зря умирал. Мы хотим принести финансовую жертву, мы отменяем жертву Иисуса. Мы хотим, что-то хотим сделать. Получается, что Дух этого мира говорит, если ты что-то сделаешь, ты пожертвуешь собой. Оставь его, пусть он будет здесь. Кубо-широ, кубо-широ, да? Смотрите. Просто дети это вообще, вы поняли, да? Они просто могут, да. Пф, лако рабочий. Господь, мы благословляем сейчас Твоей кровью, Твоим именем благословение. Мы хотим очень часто, вот как Дух этого мира. Я пойду на работу, мне что-то дадут, и я буду это иметь. Ну, такой купля-продажа. Так работает Дух этого мира. И все люди, и даже верующие, живут по этому принципу. Но Иисус умер на Голгофском кресте, и произошел некоторый момент. Он стал, Иисус стал жертвой, жертвоприношением, чтобы в наших жизнях остановился вот этот процесс купли-продажи. Внимательно. Когда я признаю, что Иисус умер за меня, и Он заплатил, то мне не нужно больше стараться даже получить исцеление. Он уже заплатил, жертва уже принесена. Мне ничего не надо делать. Ты скажешь, а что, а что же, так не бывает, что не надо делать. Тебе нужно успокоиться. Тебе нужно ничего не делать, и позволить Иисусу, чтобы это в тебя вошло. Но из-за того, что мой мозг научен, что мне надо что-то сделать, я должен что-то сделать. Я должен быть хорошим. Я должен быть правильным. Не надо быть хорошим. Не надо быть правильным. Позволь, чтобы Иисус мог коснуться тебя бесплатно. Коу Боу Широ. Вы понимаете, что вообще происходит? Дьявол настолько развел людей. Господь говорит, я хочу тебя сегодня благословить легко, быстро, без вопросов. Мозг говорит, мозг человека говорит, ты не достоин, ты не можешь, ты не святой, ты не читал, ты не молился, ты не такой, ты не сякой, и вообще у тебя все плохо. А ты помнишь? Знаете, из памяти начинают вынимать эти черные скелеты, да, из этих шкафов и так далее. Но давайте прочтем кое-что. Я постараюсь сегодня соединить все, что связано с телом Иисуса, и это будет благословение. Тело Иисуса в причастии. И я прочту, но это немножко сдалека, там много образов и так далее. 1 Коринфянам 11, 25-30. Чашу после вечерей, то есть чаша после вечерей, Иисус взял и сказал, это чаша, новый завет в моей крови. Опять составное тело. Кровь это очень мощный, не просто символ, элемент, который производят великие сверхъестественные чудеса. Когда дьявол слышит кровь Иисуса, у дьявола разваливаются все планы. Но если верующие поймут, что это такое, тогда у них начнутся духовные победы. Я не говорю о том, что когда происходит духовная победа, происходит момент, когда война переходит, или не война, а военные события потом переходят в материальный мир видимый, где мы чувствуем. Если ты в духовном мире выиграл, то то, что ты выиграл в духовном мире, должно прийти в материальном мире. И там есть определенные навыки, которые у тебя должны наработаться. И одно из вооружений является кровь Иисуса. Хорошо, я читаю. Это творите, когда будете пить в мое воспоминание. Какое воспоминание? Что Иисус был на кресте. Этот Иисус, который был Сыном Божьим, был проклят, был распят. Сам Бог, 100% человек, 100% Бог, в теле пришел на землю и стал проклятым. Как Бог может быть проклятым? Потому что всякий, кто висит на кресте, он проклятый. У римлян было такое, гражданам Рима отрубали голову, а негражданам Рима распинали. И получается, что Иисус, вообще не гражданин Рима, все понятно, Павлу отрубили голову. Но получилось так, Иисус является Богом, который пришел во плоти. Его многие вообще не узнали. 100% Бог, 100% человек. Его не узнали. Но когда дьявол начал за ним охотиться, и все-таки было допущено Богом, чтобы Иисус был распят, произошло что-то великое. Когда Иисус висел на Голгофском кресте, проливалась кровь, изорванное тело бичами, в голове шипы. Знаете, что происходило? Тело Иисуса, оно страдало по максимуму. И если ты скажешь, любое проклятие, которое есть сегодня в жизни человека, оно было на теле Иисуса. Хорошо, Иисус умер. Секунду. Но Он воскрес из мертвых, и Его тело стало прославленным. Потом произошел некоторый момент, Он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, и вы примите Духа Святого. Знаете, что произошло? Как только они начали собираться, прообраз распятого тела стал прославленным телом. И когда люди начинают собираться вместе, мы становимся прославленным телом Иисуса, в котором могут происходить любые чудеса. Если тело Иисуса было распято, а мы сегодня являемся телом Иисуса, я сейчас покажу эти места из Священного Писания, то получается все, что на нем было плохо, вот представьте, Иисус распятый, и все, что есть в теле было плохо, ты переносишь на себя, и отсюда, из проклятия, сюда входит благословение, и приходит наполнение, приходит сверхъестественное чудо. Маккор, пущери. Апостол Павел говорил вообще, он говорит, я вообще не хочу говорить ни о каких чудесах, ни о чем. Я говорю только о Иисусе распятом, в котором есть такая мощь и такая сила, и только Дух Святой работает через смерть и воскресение Иисуса. Это, кстати, на каждом уроке, в нашей школе на каждом уроке, есть один принцип, Иисус умер и воскрес. Если есть проблема, значит есть решение. Если есть проблема, значит есть решение. И с Божьей помощью мы ее скоро начнем. Аминь. А теперь смотрите. Всякий раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу сию, я не буду сейчас, это тоже пробовать, смерть Господню, возвещаете, то есть то, что он умер, и он придет, и кто будет есть хлеб, есть хлеб, хлеб это пробор с тела, и пить чашу, это кровь, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя человек таким образом, пусть ест от хлеба и пьет из чаши сии, ибо кто ест и пьет недостойно, тот пьет себе в осуждении, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас, первое, немощь, всякие виды немощи, неспособности не получаются, второе, процесс болезнетворный в организмах, и многие умрут. Когда человек не разм... Я сейчас буду говорить вещи, которые будут просто потрясать вашу радость, но я говорю, это с такой любовью, чтобы это произошло, произошло, знаете, как прививка, которая не позволит тебе больше никогда оказаться в какой-то из этих территорий, куда дьявол пытается направить. Кобощи, не рассуждая о теле Господне. А теперь вопрос. Представь себе, как ты относишься к телу Иисуса? Точно так же ты относишься к Иисусу. Какое твое отношение к семье Божией? Такое у тебя отношение к Иисусу. Люди придумали массу манипуляций. И когда они что-то делают, и не размышляют о теле Божьем, могут произойти очень неприятные события. все учения, все знания, все хорошести людей, они должны быть сложены перед ногами Иисуса и подчинены Ему. Только тогда начнется что-то серьезное, сверхъестественное. Почему нет чудес? И где все чудеса, которые видели отцы наши? Не будет. Извините, я жил, я очень люблю. Не будет. Пока перед Иисусом не склониться каждый, не будет. Никакое учение, никакая хорошесть, никакое все четкое, только Иисус. Никакое христианство без Иисуса распятого невозможно. Это исключено. Но когда Иисус, Он же телом умирал, и Он телом воскресе говорит, вы теперь мое тело. Вы плоть от плоти моей, кровь от крови моей, вы мои родные. И теперь мое тело. Берегите отношения в теле, любите друг друга, цените друг друга. И цените, когда мы собираемся, знаете, что это значит? Господь говорит, знаете, вот как у баптиста, на небесной перекличке. Я ни разу не видел вживую, но я слышал эту песню. Иисус приходит, ангел специальный приходит, Гаврил и Михаил так, и такой список, так, кто был на служении? Понимаете, как в школе? Это смешно выглядит. Но, а теперь следующий вопрос. Кто пришел поклониться Иисусу? Вы знаете, что прийти сюда – это жертва. Потратить время, неважно сколько денег, ты пришел, занял свое внимание, отложил все дела. Иисус говорит, ты вышел из этого мира, чтобы как-то обратить на меня внимание? Миллиарды находятся в нокауте, ты пришел, я тебя лично почитаю. Это лично Господь, его не видно, я вам докажу, что он сегодня здесь, на этом месте. Вы увидите тысячу процентов. Ты такие смелые слова говоришь, как ты так справишься? Ой-ой-ой, это Иисус. Представь себе такой вопрос, ты пришел на небо, Иисус тебя спросит, друг, ты помнишь, моему слуге было трудно? Моему слуге было трудно. А где ты был? Он просил тебя помочь. Он просто попросил. А где ты был? Вы понимаете, этот вопрос может быть звучит уже сегодня. Иисус говорит, как ты относишься к моему телу? Насколько ты осторожен? Ты хочешь исцелиться? Не вопрос. Уважайте. Цени, что ты в теле. Кто-то говорит, вы платите арену, зачем вам это надо? Это сложно. Будем платить, сколько надо, до упора. Потому что, когда мы здесь собираемся, Иисус приходит, мы платим цену. Не потому, что это жертва, а потому, что эти деньги, это мусор, это ничто, это вообще ничего, вообще ничего не значит. Знаете, я что-то хочу, кто-то еще хочет, кто-то еще, мы все что-то хотим. Но мы все приходим к такому моменту. Пока мы не сфокусируемся на Иисусе, это нас отвлекать будет. И будет приходить неприятные, страдальные ощущения. Когда ты любишь Иисуса, все тебе содействует на пользу. Первое, чтобы выигрывать, прошлая тема была, надо любить Иисуса. Чтобы выиграть, нужно любить Иисуса. Чтобы хорошо жить, нужно тоже любить Иисуса. Не заставлять себя любить. Хорошо, идем дальше. Вы знаете, еще один такой момент, Иисус видит и слышит все намерения и помышления сердца человека. Мы с кем-то разговариваем, мы с кем-то общаемся. Он все видит, не я. Иисус все видит. Иисус все слышит. Знаете, я сделал такое упражнение, когда с людьми общаюсь, я всегда говорю, между тобой и мной Иисус. И знаете, что происходит? Иисус говорит, я вынужден быть в этой ситуации. И когда люди что-то говорят, что-то делают, они либо себе сами приговор подписывают, либо они послушны Богу, смиряются, каются и позволяют Духу Святому действовать, чтобы что-то происходило от Бога. Мы все люди настолько испорченные, знаете, как написано, нет правильного ни одного. И не будет, кроме Иисуса. И не будет. Мы до неба будем улучшаться каким-то образом. Дух Святой будет нам давать новые качества. Но в итоге, как только человек, ну, это только работа Бога, чтобы я стал хорошим, нормальным. Это не мой труд, это мое желание, это мое стремление. Это не психология. Тут с психологией вообще ничего не связано. С душевными науками ничего не связано вообще. Хумаши кэра досо. Хорошо. Давайте одно место из Священного Писания. Эфесянам Иисус – голова тела. Смотрите, у любого тела есть голова. Если голову отрезать, это тело перестает быть управляемым. Поэтому что сделал дьявол? Он поразил дьявола в голову. И мы должны продолжать это делать, поражать дьявола в голову. Смотрите, безмерно величие могущества его в нас, Отца, верующих по действию державной силою его, то есть Иисуса, которую Отец воздействовал во Христе, воскресил его из мертвых, посадил одесну из себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства, всякого имени, именуемо не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Иисуса, поставил Иисуса Христа выше всего главою церкви, которая из тела его полнота, наполняющая все во всем. все начальства духовные власти, которые когда-либо появятся, Иисус выше и больше, и вдруг мы оказываемся перед решением какого-то вопроса, и нам мир говорит, ты должен сделать так, ты должен сделать так, Иисус говорит, подними глаза, посмотри на высоту, посмотри вверх, я ответ на твой вопрос. Нехорошая работа. Вы знаете, я знаю много всяких таких ходов, я понимаю, знаете, с чем я борюсь? Я борюсь с собой, чтобы я не продал себя, просто не продал за хорошую работу. Вот я борюсь за это, чтобы я не продался. Вы знаете, это чисто мое, это мое личное, это вас не касается, это только меня. Хорошо. А теперь смотрите, в теле происходят разные процессы, и в теле существуют разные способности и возможности. Допустим, я оказался в теле, что я с этого имею? Очень много. Читаем. Одних Бог поставил в церкви, в теле. Смотрите, я сейчас прочту. Первое Коринфянам 12, 4, 11. Так, теле. Секундочку. Там есть такое место. Дух один и тот же, служение различное. Господь один и тот же, действия различные. Бог один и тот же, производящий все во всем и дается каждому произвеление на пользу. А теперь посмотрите. Знаете, что я еще обнаружил? Я обнаружил, что в церкви работает вся троица. Первое. Дух, Дух Святой, Господь, Иисус и Бог, Отец. Один. Один Дух, Один Господь и Один Бог, производящий все во всем. Духа. Одному дается Духом слово мудрости. Подождите. Слово мудрости ты берешь или не берешь? Одному дается. У тебя есть слово мудрости? Ты можешь взять прямо сейчас. Другому слово знания. Ты хочешь получить слово? Я вам говорю, что работа в дарах Духа Святого это не так просто. Но если ты ничего не знаешь, но когда ты наставлен, и у тебя есть основания, это просто. Следующее. Тем же Духом. Иному вера. Подождите, что такое вера? Я могу доверять Иисусу, я могу видеть образы проявленного благословения, и я знаю, как поступать, чтобы это пришло в мою жизнь. Тем же Духом. Иному дару исцелений. Опаньки. Исцелять людей? Интересно? Я прямо сейчас говорю, что помазание, исцеление, оно работает сейчас, ангелы исцеления сейчас работают, и даже без твоего спроса они прикасаются к тебе и благословляют тебя. Тем же Духом. Иному чудотворение. Опана. Чудотворение? Исцеление, чудотворение. Что такое чудотворение? Исцеление имеет процесс какой-то растянутый во времени. А чудо – это мгновенное проявление. Тотчас. Хоп. Дальше. Иному пророчеству, другому развлечению духов, иному различные языки, иному истолкованию языков. И все это производит один и тот же Дух. И происходит что? В теле, в теле Иисуса, ну ты в теле, Он говорит, я готов тебя одарить, я готов тебя щедро наградить. Не слышно. Иисус говорит, я готов тебя щедро наградить. Щедро благословить. Один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Господь, Маккоробуширь. Смотрите такой момент. С Богом благословим. Смотрите, какой момент. Иисус не советуется с тобой и мной. Он просто решает, как для тебя лучше, как ему угодно. Господь, Он говорит, ты хочешь, ты жаждешь, ты ревнуешь, я хочу, Господь, я очень хочу. Он говорит, будет у тебя. Аминь. Как ему угодно. Одно тело имеет многие члены, части, хотя их много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо мы все одним Духом крестились в одно тело. Что такое крещение? Это я посвящаю, внимание, я посвящаю себя, что я в этом теле, часть тела. Если я не думаю так, если я не размышляю, что я часть тела, Вася, жизнь будет выглядеть странным образом. Многие верующие, они не понимают, в каком они теле. Они выдумывают, фантазируют, ищут, планируют, ходят куда-то. Господь говорит, я уже здесь, я тебе говорю, будь здесь, ты мое тело, я тебя благословляю, я тебя люблю. У тебя есть условия? Посмотри на крест. Все твои условия должны рассыпаться, как прах. Никаких условий. Перед Иисусом только преклонись, и тогда жизнь пойдет, все остальное будет борьба. Знаете, как у Адольфа Гитлера книжка «Моя борьба». Это у Него борьба. Пусть борется. А я не хочу бороться. Победа одержана. Я просто говорю, Господь победитель в моей жизни. Я провозглашаю славу Иисуса. Иисус воскрес из мертвых, Он умер за меня, и я в Его теле верный, надежный человек. Верный, надежный сосуд. Верный, надежный часть тела Иисуса. Пусть я буду, ну, у меня не все там, да, но я буду Ему верным сколько надо. Хо-ма-щи-ку-ро. Хорошо, идем дальше. Мы крестились в одной посвященной. Иудеи, Элины, Иудеи, Эти, Рим, Эти, Эти, Греки, рабы свободны, напоены, напоены одним духом. Тело же не из одного, а из многих частей. Там такой, апостол Павел говорит, такую смешную аллегорию, ну, такое, у него юмор бывает. Если нога, нога скажет, знаете, нога такая с ртом, говорит, нога говорит, нога говорит, я не принадлежу телу, потому что я рука. Она нога, но она не понимает, нога не понимает, что она, нога думает, что она рука. И у нее вообще начинается у этой ноги вообще прикол. Она говорит, что я не тело. А кто ты, Вася? Знаешь, надо треснуть по ноге больно. Он пыщет, ай-яй-яй, больно. Вот когда будет больно, вот тогда поймешь, кто ты. А то начинается эти... Павел, это он... Павел просто, он говорит, ребят, вы такие серьезные. Я хочу что-то вам смешное сказать. Придите в себя, пожалуйста. Вернитесь, вернитесь... Да неужели она потому не принадлежит телу? Если ухо скажет, ухо, ухо говорит, я глаз. Ну, Павел, он веселый человек был, многие думают, так серьезно. Ухо говорит, я глаз. Вот что ты скажешь этому уху? Сиди в... И слушай, слушай меня и сиди в теле. Нет, надо дать по уху. Чтобы ухо по нему начало... А, я же ухо, я не глаз. Ну, понимаешь, потому что ухо же не имеет глаза. А ну, просто оно... Понимаете? Запутываясь в мыслях. Такие люди. Ты кто? Я апостол. О, сейчас, подожди. А ты кто? Я учитель. О, нормально, так все тихо. Все нормально. Но мы сейчас к этому приходим. Да неужели, но сам Господь уделяет, ни с кем не советуется. Он говорит, ты мой апостол, ты мой пророк, ты человек Божий, ты исцеляешь, ты благословерен. Хочешь большего? На тебе еще. Хочешь большего? Получи еще. Хочешь большего? Получи еще. То есть, дальше мы читаем. То неужели, ну так далее, если все тело глаз, где слух, ну тут уже Павел вообще начал уже сказки рассказывать, ну как бы уже у людей, он уже не то, что пристыдит, а уже как-то говорит, эй, все, выходите из этих образов непонятных дальше. Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Смотри, представь себе такую ситуацию. Ты хочешь быть тем, а Иисус говорит, нет, ты тот, кем я тебя поставил, как ему угодно, а не как мне хочется. Многие говорят, Эдик, ты кто? Ты пастор? Говорит, нет, я не пастор, но я исполняю обязанности пастора, потому что Господь в доме увидел меня верным. Я не пастор, но я обязан выполнять ту задачу, которую Господь сказал. Что скажет, буду делать. Скажет, сиди мой пол, пойду мыть пол. Скажет, делать это, буду делать это. Какая разница? Это ему угодно. Кто еще может об этом думать? Кто об этом может рассуждать? Какой человек? Который в церковь не приходит? Говорит, ты кто? Вася, ты еще находишься вообще на уровне откровения, как доехать сюда? Вообще. ладно. Одних, 1 Коринфянам, 12, одних он поставил апостолами, пророками, учителями, дал силы чудодейственные, дары исцеления, испоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли толкователями. Хотите больше? Написано, ревнуйте больше. Ревнуйте о дарах больше. Я вам дам, я дам путь превосходнейший. Еще больше дам. Я модифицирую ваши способности, я дам вам дары. Поэтому смотрите, когда идет вопрос, когда идет процесс исцеления человека, Господь дает слово знания. Или он дает развлечение духов, потому что любое исцеление может связано быть с духовными проявлениями, с демоническими какими-то событиями и так далее. Он может сказать, что было в жизни человека. Он может сказать какой-то факт, что человек, он просто скажет прости, и причина болезни просто закончится, выйдет прочь. Во имя Иисуса. А теперь в теле. Смотрите, какие в теле? Вот я нахожусь в теле, мне дают дары. Иисус голова, Он умер за меня. А что мне делать в теле? Иисус говорит, в теле тебе нужно любить людей. Тебе сделали неприятно? Прости. Это любовь. Тебе сделали больно? Прости. Это любовь. Читаю. Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится. То есть, любовь, она смиренная. Она не бесчинствует, она поднимает других. Не ищет своего. Она думает, а как я могу сделать кому-то добро? Я не проснулся, допустим, я думаю, слушай, вот я могу сделать там у кого-то не рождение, у кого-то что-то, или это все. Я могу сделать просто какое-то добро, знаете. Не ищет своего, не раздражается. То есть, раздражение, знаете, как элемент гнева. Тебе хочется выразить свою экспрессию свою, да, а ты такой, аллилуйя, все хорошо, благословляю тебя. Дальше, не мысли зла. Знаете, очень часто, я заметил, люди даже не замечают, как тебя, человека, подсаживают, размышлять о каком-то зле. Кто-то не так, что-то не то, тот плохой, тот хороший. Все, ты уже живешь во зле. Господь говорит, да зачем ты об этом думаешь, когда человек думает о злых вещах, что у кого-то не так, это у тебя уже не так. Если я думаю, у него не так, у тебя точно не так. А Иисус говорит, не думай о плохом, думай, как сделать со мной новые вещи, что-то четкое, как чудо сделать, как выиграть, выиграть, как услышать Господа. Зачем мне думать, что у кого плохо? Как Иуда спрашивает, не я предатель? Иисус говорит, ты сказал. Опа-на. Фрейд был прав. Что сказал, то и оказалось. И с Пилатом было то же самое. Когда ты, там, тот, он говорит, ты сказал, ты царь Израилев, ты сказал. Вот что выходит из человека, вот такое его содержание. Вот выходит из меня, что-то не так. Вот такое я. Поэтому, ну ладно, это не важно. Так, любовь никогда не перестает, все переносит, всего надеется, все покрывает, радуется истине. Знаете, что-то там, если всему верить. Нет, верит только вещам, которые от Бога. Она верит всему, что от Бога. Любовь верит всему, что от Бога. Они, знаешь, верующего разводят. Вася, дай денег, я тебе верну. Конечно, расскажи мне. Вернешь дальше. Любовь никогда не перестает, все пророчества закончатся, все закончатся, умолкнут, но останется Божья любовь. Со всяким эфесянам, 4, 2, 5, мы уже заканчиваем, смиренно-мудрим, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, старайся сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело, один Дух. И как вы признаны в надежде одного призвания, один Господь, одна вера, одно крещение, то есть одно посвящение, снисходя, знаете, что такое снисходя друг к другу? Если я вижу, что кто-то неправ, я не буду ему доказывать, что он неправ. Я просто опущусь чуть ниже, я не смирюсь, я опущусь чуть ниже, но попробую ему, но попробую ему, ну, этот метод, кстати, срабатывает, но попробую ему аккуратно объяснить не с высоты, а как-то с его уровня, с отношением любви. Ну, разные случаи бывают, но это получается. Я говорю про, если у тебя есть вера в Бога, значит, Бог тебе помогает. Хорошо, идем дальше. И еще по поводу так, 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 так. Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, для того, чтобы не было разделения в теле. Опаньки, что в теле может быть разделение? Бывают. Знаете, вот люди думают, я крутой, а ты маленький и несовершенный. Тебя должны обнять вот так вот и позаботиться о тебе, чтобы ты не выпал в осадок. А менее, о крутых, но кто думает, что он крутой? Чтобы этот человек потом, то есть, мы в теле должны чувствовать людей и быстро им помогать. Если он гонит, возгордился, не надо говорить, Вася, ты гордый, пошел вон отсюда, Бог гордый противится. Нет. Надо найти вот этот дух премудрости. Аккуратненько, как поговорить? Как это самое? С какой стороны зайти? Подружиться. И Дух Святой сработает в нужный момент, если ты захочешь. Но в теле, понимаете, все органы, мы не сходим друг к другу. Мы опускаемся. Видишь, что у кого-то что-то не так. Можно сказать, да ты такой, я лучше тебя. Так не получится. Знаете, представьте, вы тело, и какой-то орган сегодня не очень хорошо, ну, функционирует. И все тело говорит, да, у нас все хорошо, у тебя плохо, да, ну, таки сиди там. Так все тело через некоторое время начнет хандрить и колбасить, и температуру поднимет, совсем плохо будет. Поэтому мы, мы не сходим, если что-то с кем-то происходит, главная задача, опустись на уровень этого человека и будь, будь благословением для него. Пусть через тебя идет сила исцеления, сила любви, сила благословения. Аминь. Вы тело Христово. Посему страдает ли один член, страдают все члены. Славится ли один, с ним радуются все. Вы тело Христово. А порознь, мы части Бога. Мы части Его. Порознь, мы не можем быть. Мы в теле, но если нас начнет, ну, хирургически разбирать, мы как будто части. Да? Хорошо. Все члены одинаково заботились друг о друге. Да? Крест и тело Иисуса. Я хочу вам сказать одну важную истину, которая, она переворачивает с сегодняшнего дня. Можете отметить эту дату. Айо хамашикара. Вы знаете, самое, это, представить распятие Иисуса обычному мозгу невозможно. Потому что то, что было с Иисусом, ну, люди могут представить какой-то, знаете, в фильме «Страсти Христову», запомнить какой-то образ. Но смоделировать мозг, изуродованное тело до такой степени, вытекающим по максимуму кровью, это вообще мозг, он просто, знаете, когда тебе больно, ты сразу думаешь, ай, мне больно. Мне больно. Когда кому-то больно, а если у тебя кусок вот такая большая, ну, не дай бог, какая-то большая, крупная там травма, да, еще страшнее, и ты смотришь, аааа, все, весь организм фокусируется на эту часть. Но, когда ты видишь, что у кого-то с кем-то происходит, ну, как-то ты, ну, ну, как-то ты отдаляешься, абстрагируешься, ну, как бы это, чтобы с тобой не было. И смотришь как-то со стороны. Поэтому мозг, он не может смоделировать, что ты весь изрубленный, израненный, исколотый, искалеченный. Он не может это представить. Он не должен это представлять. Но нам это надо делать, потому что в этом образе происходят все чудеса. Все виды чудес и сил Духа Божьего происходят только через распятие Иисуса. Это, это, я говорю, что это, это та составная для чудотворения, которую Господь дал. Янжеле показывал пять пунктов, я их соединил, Господь мне дал соединение. Гениально, я тебе говорю, гениально. Оно легко, оно вот так входит, как механизм, вообще работает сильно. О, Иисус. Хорошо. Христос послал меня, так, так, слово о кресте для погибающих безумия, для нас спасаемых сила Божья. Мы проповедуем Христа распятого, для людей в соблазн, для греков в безумии, для нас призванных иудеев иелинов Христа, Божью силу, Божью премудрость. И Господь, и Павел опять напоминает, опять это очень много Павел говорит, напоминая вам, братья Евангелия, которые вам благовествовали, которые мы утвердились, которым спасаетесь, если приподнят, удерживаете, как я благовествовал вам. Первое, помазанный Господь Иисус умер за грехи на основании Священного Писания. Иисус умер, стал жертва, приношением, чтобы ты, это потом, он был похоронен, была поставлена точка, тело, сто процентов, определено, мертвым, оно было закрыто камнем. Иисус, Бог во плоти, стопроцентный Бог, и стопроцентный человек, его тело закрыли в пещеру, в гроб, положили большой камень, поставили охрану. Иисус на третий день воскрес на основании пророческого Писания из мертвых. Знаете, что это значит? Изменены матрица, остановлено, изменены все механизмы духов этого мира, и наступила эпоха Царства Божьего, и если дети Божьи смогут услышать принципы Царства Божьего, о которых говорил и учит Иисус, и Духом Святым Апостол Павел, Мако Божьи, какая же она церковь красивая, а? Вы представьте себе, распятый Иисус, его тело, а тут церковь, его тело, и когда в теле что-то не так, церковь со смирением преклоняется перед образом Иисуса распятого, и исцеление из его тела входит в это тело и совершает любые чудеса, потому что эта церковь становится сверхъестественной тысячу процентов каждый день. Вы знаете, что сегодня происходит? Сегодня Господь смотрит на каждого из вас, как на тело. Ты сам внутри себя принимаешь решение. Ты тело. Я вообще не говорю, я умоляю вас, я прошу вас об одном, чтобы это не мое дело, что вы, какое решение вы принимаете. Но я не говорю, что вы приходите сюда или вы приходите в другое место. Определись, ты с Иисусом в теле. Это должно быть посвящение. Крещение – это посвящение. Знаете, что такое крещение? Крещение – я утонул для себя, и я теперь посвящен. Как мама, она посвящена ребенку навсегда. Это неразрывно. Это погружение полностью в судьбу этого человека. И Господь говорит, что мы должны погрузиться в это тело. Значит, все, что вокруг нас, оно будет находиться под атаками. И нужно будет с этим бороться. А теперь я хочу вам сказать такую вещь. Вы помните, я смотрел такой сериал Божьи генералы, там, Роберта Леардона и так далее, там, разные верующие, как они прожили жизнь, которые чудеса исцеляли, там, по 20, по 3 человек, там, Смит Вигверфа, там, 50 человек воскресил из мертвых, реально. И эти люди, их не ошибки, что с ними происходило и так далее. Я в группу скинул эту ссылку на этот плейлист. Но я сегодня говорю такой момент. Знаете, мне Господь показал такой образ, знаете, как команда мечты. Я вообще, ну, когда я общаюсь с людьми или с кем-то, у меня внутри я вижу эту команду, я готов работать с этими людьми, я готов, ну, кто-то думает, я иду на уступки, я просто с ней схожу, чтобы поднять, чтобы произошло чудо Божие. Мне, ну, кто-то может подумать там свои мотивы, я говорю, что Иисус хочет поднять команду верных людей, кому бы он мог доверить этот город. Эдик один не сможет, Анжела одна не сможет, кто-то из нас в одиночку не сможет. Нам нужно соединиться, Иисус говорит, это твое решение, не ты, я найду другого. Знаете почему? Потому что Эдик не перестанет доставать Иисуса, он не перестанет молиться до тех пор, пока полный состав будет здесь. Потому что когда у нас будет состав служителей, хотя бы верных, пусть не очень грамотных и так далее, мы сможем уже делать интервенции влияния на внешний мир. Это все очень, ну, вы понимаете, пока ребенок не усилится внутри, он не может на внешний мир влиять, ему нужна подготовка. Ну, вот когда человек становится кем-то, он был маленьким, его оберегали, оберегали, потом приходит момент, он хоп, он стал воином, он хоп, стал спортсменом, он стал чемпионом, он стал героем, он смог. Хорошо, еще один момент, Господь, знаете, мне показал такой образ когда-то через одного пастора, служителя, я его уважаю очень, он показал мне, говорит, Эдик, ты как, ну, в твоей жизни происходит как будто кораблик, и у него парус у этого кораблика, и на парусе написано страх Божий. Ну, немножко такое, знаете, можно подумать такой не очень-то интересный образ, но для меня эти образы, я не так их часто вижу и не так часто слышу, но они очень сильно, очень сильно говорят. Представьте себе, вы знаете, что я немножко делаю такое отступление, пираты, пираты, они были, ну, сами моряки, они очень суеверные, они говорят, он не плавает, он ходит, да, морской закон существует, кто последний, тот и моет посуду, да, вы знаете, у пиратов вообще, они не столько суеверные, они знают этот закон, если на корабле кто-то что-то украл, его сразу на мачту и вешают, если что-то не так говорит, из-за одного неправильного человека может погибнуть весь корабль, поэтому морской закон очень жестокий, вы представляете, раньше плавали на каких-то галерах, на каких-то деревянных кораблях, я смотрю в море эти большие корабли, мне страшно, ну, там такие штормы, так, так рубасит, колбасит, эти корабли, мне страшно, они плавали на этих деревянных галерах, через весь Атлантический океан, ну, вообще, а еще пираты, они же еще не просто, они борзые, они еще, ну, под королевой Англии, там, им все давали, там, да, хорошие пушки, хорошее обучение, снаряжение, они бомбасили эти корабли, там, ну, просто, а теперь я хочу сказать одну вещь, что Господь, Он, знаете, как, Он видит нас, как такой корабль, который должен быть укомплектован командой Божьей, Божьей мечтой, и кто-то здесь есть, кого-то здесь нет, кто-то приедет, но я знаю одно, я сейчас говорю пророческие слова, настало время, и Господь лично укомплектовывает этот корабль, лично, Господь, помните, каждому дыры особо, идет укомплектация, но знаете в чем, каждый будет задавать вопрос Иисусу сам, каждый будет соглашаться с Иисусом, да или нет, хочу, не хочу, буду, не буду, это выбор каждого из нас, но я сегодня говорю, что, ну, уже все, приехали, хорошее, вы знаете, даже, уже даже чудеса не очень-то радуют, какие-то исцеления, это все, это все уже, знаете, как прилагательно, Иисус говорит, давайте пойдем дальше, ребята, я умоляю вас, не останавливайтесь на каких-то мелочах, я за одно мгновение могу твою душу исцелить, без всяких сложных ходов, хорошо, и вы помните, когда Иисус молился, я хочу помолиться от имени Иисуса той молитвой, когда Иисус молился за учеников, помните, да, это Иоанна, и он говорит, он молится отцу из-за учеников, я хочу помолиться за нашу церковь, Иисус здесь, за каждого человека, кто здесь хоть раз когда-то был, и высвободить благословение Иисуса, Господь сказал, ты можешь помолиться моей молитвой за нас, От моего имени, говорит Господь. Хорошо, вы просто, я буду молиться, вы просто пребывайте. Иисус говорит, я передал Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, и я не от мира. Я не молю Тебя, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы их сохранил от зла. Мы не от мира, они не от мира, я не от мира. Освети их истинною Твоею. Слово, Слова Твои, святые, есть истина. Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но о всех верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отец, во мне, и я в Тебе, так и они будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них, Ты во мне. Да будут совершенны, в единстве. Да познает мир. Что Ты послал меня и возлюбил их. И возлюбил меня Отец, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там были. Был я, и они со мною. Да видят славу мою, которую Ты дал мне. Потому что возлюбил меня прежде основания мир. Отец праведный. Мир Тебя не познал. Я Тебя познал. Мы познали. И Ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою. Да любовью, которой Ты возлюбил меня, в них я есть, в них. Иисус в нас сейчас. Иисус сейчас, говорит, я вселюсь в Тебя. Я войду в Тебя. Я не оставлю Тебя. Я не покину Тебя. Будь мне каждый день хотя бы ухо открывать. Я скажу Тебе, что делать. Я подскажу, куда Тебе идти. Я дам Тебе Дух Победы. Ой-ой-ой-ой. Итог. Итог. Мы подошли к итогу. Подводим итог. Хмашик. Мы будем молиться. У нас будет время для молитвы. Множество искушений. Осудить какого-то человека. Кто-то не так делает. Какая-то церковь не такая. Кто-то сделал ошибку. Кому-то причинили ущерб. Кому-то больно. Кто-то подстрадал от чего-то и от кого-то. И вошел в страх, чтобы не повторилась боль. Люди строят стены. Осуждают. Обсуждают. Попадают в ловушку. И дьявол отводит внимание. Не строй царства. Ковыряйся в что не так. А Иисус говорит. Ищите прежде. Царство. Моего. И правды. Царство Божие. И все. У вас. Начнет. Включаться. И работать. Во имя Иисуса. Царство Божие в тельце. Аллилуйя. Когда человек думает, что не так. У него внутри уже что-то не так. Иисус предупреждает. Если ты говоришь с каким-то человеком. И он тебе сказал какую-то негативную информацию. То есть ты отключился от Бога. Ты думаешь, что не так. Начинаешь ковыряться. Знаете, сейчас интернет полный всякой ерунды. Негативная информация очень сильно привлекает внимание. И мозг плотской хочет об этом размышлять. Когда человек думает не о том. Помазание вообще уходит. И человек вообще, ну вы понимаете. Ему потом нужно достаточно много времени, чтобы приблизиться к Богу. Вы знаете, что делать неправильно, хоть маленько неправильно, это уже грех. Я неправильно подумал, это грех. Почему написано нет правильного ни одного. Неправильно уже грех. Так получается, что чтобы покаяться, мне нужно посмотреть на распятого Иисуса. Опа. Опа, Иисус. И вернуться. Мир очень информативен. Он постоянно завлекает внимание, чтобы запутать. Иисус приходит сегодня каждому из нас с вопросом. «Доверишься ли ты мне?» Только в теле Иисуса вся полнота благословений от Отца Иисуса. Написано, что тело Иисуса – столб утверждения истины. Полнота, наполняющая все во всем. Если так написано. Кто-то может подумать, ты, наверное, этих завлекаешь, чтобы вы приходили в эту церковь. Ну попробуй, как я могу завлекать. Если не захочешь, ты не придешь. Я работаю на всех. Вы находитесь в тех церквях, где вы есть, где Господь вам указывает. Но вы должны быть в том теле, частью тела, посвященной частью тела. Понимаете, человек? И молитва. Я сейчас произнесу эту молитву. Если вы согласитесь, мы ее повторим вместе. Хорошо? Молитва. «Иисус, я признаю тебя головой тела церкви. Иисус, я признаю твое тело. Прости меня, что я не осознавал серьезность отношения к твоему телу, к твоим слугам, к твоим детям, а значит и к тебе. Иисус, прости меня. Иисус, ты мой Господь. Ты воскрес из мертвых. Ты мой спаситель и искупитель. Сейчас являешься пастором, начальником над всеми. Кого ты призвал в служении? Иисус, я посвящаю свою жизнь тебе. Иисус, говори и управляй мной Духом Святым в истине твоих записанных слов. Да будем все едины, как ты, Отец, в Иисусе. Иисус, в Отце и в нас, таки мы вместе едины. Аминь». Это, я сейчас вам говорю, выбор, вам Господь сам говорит, вы сами делаете выбор. Но я говорю, что каждому из нас нужно посвятить себя в тело. Это, может быть, будет душевный какой-то конфликт. А может быть, будет счастье сразу. Кого как. Но я принял решение. Я больше печалиться не буду. Потому что, когда приходит печаль, уходит помазание. А без помазания и не туда, и не сюда. Аминь. Ну, я печалился из-за чего? Что я хотел что-то там, там. А потом Господь сказал. Все. Иди. Люби, благословляй, цени, понимай. Но оставь все, оставь эти все вещи. Потому что, ой-ой-ой, Господь такие. Я не знаю, я с Божьей помощью, я умоляю, чтобы я как-то мог вам это рассказать. Но фундамента нет. Если я скажу, оно просто улетит, как бабочка. Хорошо, молитва. Все. Если я попрошу вас встать. Это молитва к Иисусу. Это молитва к Иисусу. Да. Лично к Нему. Иисус, Ты здесь. Аминь, аминь, аминь. Люблю Тебя. Иисус, я признаю Тебя главой тела. Еще раз. Иисус, я признаю Тебя главой тела церкви. Иисус, я признаю Твое тело. Прости меня, что я не осознавал серьезность отношения к Твоему телу. К Твоим слугам. К Твоим детям. А значит и к Тебе. Иисус, прости меня. Иисус, Ты мой Господь. Ты воскрес из мертвых. Ты мой спаситель и искупитель. Сейчас являешься пастороначальником над всеми. Кого Ты поставил в служение и призвал. Иисус, я посвящаю свою жизнь Тебе. Говори и управляй Мною Духом Святым в истине. Твоих записанных слов. Да будем все едины. Как Ты, Отец в Иисусе. Иисус в Отце. Я в Тебе. Так и мы вместе едины. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. О, халлилуйя. Иисус. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. И общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Благодать Господа.